всем привет ребят как и обещал заснять вам распаковочку нового монитора честно говоря раньше таким не занимался не знаю получится не получится вам все показать у нас будет сегодня распаковочка 3-го монитора asr 2 я уже распечатал вчера ночью не удержался хотел посмотреть как вообще кайф полный ну и решил 3 уже на видосик вам распаковать сейчас вам покажу чё за моник что он может и мы распакуем эта коробочка от распакованного 27 диагональ вот пишется 69 сантиметров nvidia g-sync ультра кадешка 4k 2k айпи аска матрица стоит ай протек это то из-за чего я в принципе его брал потому что у меня есть вот моник рядом стоит 34 лыжа если видели думаю видели показывал уже 2к 244 герца боялся что этот моник 60 герцовый будет плохо показывать будут глаза уставать нифига 4k ай протект короче все решает 12 часов могу сидеть глаза даже не краснеет с тем монитором были очень большие проблемы потому что много провожу времени за компьютером и было очень сложно даже капли пришлось копать и некоторое время отдыхать от компьютера zero frame protect и ergo stand то есть энергичная стойка стоит возможность поворота и прочего сейчас я вам открою уже второй покажу что в нем есть ну в принципе монитора я брал где-то полгодика первые полгодика назад очень доволен одно время их не было вот они опять появились сразу же собрал если у вас есть возможность там подождать где-то с осени будут по моему 144 герцовые 4к ну в принципе разницы никакой не будет единственное там будет айтрекер очень полезная штука но я его отдельно закажу и уже потестирую в общем вот так вот он выглядит весит где-то килограмм 8 не больше в принципе то же самое xd1 это игровой монитор сейчас я 2 возьму вот он вот такой вот упаковки приходит сейчас я найду ножик возьму на есть ножницы у нас спасают ножницы с того что как бы я уже них знаю и видел честно говоря монитор добротный есть конечно свои нюансы но принципе он у вас будет стоять на столе вы особо двигать такими мониторами не будете поэтому в принципе проблем с ними не должно быть гарантия идет 36 месяцев три года вполне хватает многие боятся из-за герцовости но это все фигня 60 герц хватает с головой за счет защиты просто разница бешеная по сравнению даже с той же лыжей герцовой и прочими мониторами даже честно говоря аймак не настолько удовольствие доставляет сколько этот монитор вот такая же упаковка один в один сейчас надо как-то его вытащить нормально еще по бокам запаялись вот нравится за счет поворотности за счет стоечки вообще огонь получается так то как видите тут с двух пластин идет сборка в одной части не знаю видно вам не видно будет детали монитор сам находится в верхней части отдельная коробочка сейчас его вытащу аккуратно он вот так вот выглядит комплектация вся руководство пользователя куча всего то есть все настройки, все нюансы, этикетки у меня уже третье такое в принципе нахрен не надо обычная розетка наша евростандарт это по моему европейского стандарта то есть на три этих, или американские честно говоря, не помню, но в принципе тоже бесполезная вещь кобелек его родной еще один кобелек не помню как они идут потом уже конкретно посмотрю расскажу, ну в принципе там ничего сложного поехали дальше вот так вот запакована основная стойка сделана, честно говоря, добротно то есть пластик плюс металл ничего не шатается стоят резиночки по всему периметру то есть он стойкий защёлочка центральный болтик то есть он надёжный ничего нигде у вас не улетит защёлки идут по основной стойке основному периметру основной стойки то есть три защёлки вы сейчас покажу проворачиваете и закручиваете он у вас железно стоит так вот эта центральная стойка весит кстати добротно наверное как сам монитор тоже полностью вся металлическая идёт качество офигенное то есть я думал что будет реально херня потому что все думают Ассер это такая себе фирма вот видите идёт два крепления защёлки нижние то есть чтобы он у вас не улетел и верхние то есть вы защёлкиваете под верх и в принципе вот так вот вот то есть он жёсткий идёт поворотный механизм есть возможность как видите прокручивание можно как хотите его поставить горизонтально вертикально то есть вариантов очень много это очень удобно катается ездит как видите под своим весом то есть идёт защёлочка вот у вас защёлка и сразу же пружина обратная есть отверстие под провода тоже кстати очень удобно заходят провода под низ у вас они не будут болтаться по всему здесь за счёт защёлкающий механизм то есть сборочка сама собирается вот таким вот образом ставите вот раз вот вы закрутили уже это я уже поворачиваю и вот там идёт попали в гнездо то есть ничего сложного вообще нет закрутили всё у вас она стоит поворотный механизм то есть вообще супер с этим проблем как бы вообще никаких нет собирается очень легко смотрится очень охрененно стильно то есть увидите я уже покажу в конце видоса как будет выглядеть сборка моя ну не окончательная к счастью или к сожалению не знаю так убираем вот это вот сам монитор запечатанный как видите стоит ну как и все моники в принципе в принципе вот я вам покажу вот с монитором надо немножко быть аккуратным потому что он идёт практически безрамочный то есть как и вот моя лыжа если видно тоненький то есть это не те мониторы которые были раньше вот защитный защитная пленка на всех стоят вот такие вот наклеечки вот полностью все его свойства те же то есть это игровой монитор вот так он выглядит вблизи то есть если вам видно вот рамочка вообще тоненькая тоненькая где-то миллиметра два по всему периметру просто огонь вот фирменная их наклеечка вот кнопочки идут то есть все как бы очень красивенько смотрится толщина его как видите не особо большая то есть идет основная толщина вот здесь есть usb выходы usb выходов дохренища дохренища входов выходов короче в общем питание его usb потом я не помню как этот разъем второй называется честно говоря никогда не заморачивался еще выходы идут дополнительные крепление идет вот сюда сейчас покажу как крепится что основное в нем идет сейчас вам скажу параметры не знаю вам видно не видно 100 240 вольт 50 60 герц 2.5 ампера идет питание изготовлен в феврале 2018 года вот такая вот модель в принципе я такому монитору очень очень рад потому что качество себя оправдывает и цена цена где-то порядка если в гривнах от 21 до 25 в рублях это умножить на 250 60 тысяч рублей то есть не дешево не дешево но это ребят 4k и качество просто себя оправдывает во всем так сейчас попробую его уберу чтобы вам показать как механизм работает надеюсь вам там нормально слышно будет и видно вот его стойка в принципе можете сравнить да он лыжа стоит стойка хлюпкая скажем так ничего особенного тоже он не легенький чуть-чуть другая диагональ полусогнутый этот плоский вот такое вот крепление сейчас я постараюсь нацепить моник сразу же покажу вам сейчас не так сделаю так чтобы было видно и неудобно от себя немножко мониторов не знаешь уже куда девать так ну вот защелкиваем верхние пазл конечно на весу немножко неудобно но вот мы за счет внизу кнопочка есть раз все все вот он одет то есть без проблем хочу так хочу так поворачиваю вверх вниз то есть повороты вправо влево все 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 как должно быть весит где-то килограмм не знаю 7 8 около 10 честно говоря не смотрел его параметры то есть вот он так так будет у вас выглядеть хотите выше ниже без разницы вариантов очень много кому как удобно поворотики все подняли вот у вас поворотный механизм используйте его так то есть кому как удобно кто что хочет вот в принципе вот так сейчас я вам покажу как у меня они выглядят в реальности вот еще два таких же не знаю качество как будет нормально передавать но в реале в жизни очень круто вот второй который я вчера распечатал то есть будет третий стоять они будут сразу вот так вот стоять придется наверное немножко сдвинуть еще либо убрать системник под стол посмотрим ну то есть вот так вот игровая площадь будет полностью максимальная дальше я уже не знаю буду ждать новую новые модельки возможно поменяю возможно что-то придумаю еще ну в принципе три монитора это как раз то что надо потому что у меня стоял раньше стояла вот эта вот лыжа вот такая вот она классная то есть она как видите она и плоская если сравнивать с ним разница есть по качеству тоже очень хорошо исполнено единственное что здесь минус это этот пластик который есть надо аккуратно с ним потому что рамки вот допустим в этого монитора они более жесткие идут тут проблемка немножко ну пластик они не продумали внутреннюю рамку еще какую-то усиливающую не знаю но это такое это в принципе думаю со времени не поправят но вам если вы дома его распакуете поставите на его место в принципе хватит с головой то есть по качеству и стойка и все выполнено очень добротно мощный ну действительно игровой игровой моник который себя за свои деньги реально оправдывает по сравнению со всем другим что я смотрел были другие варианты но я первый раз взял честно говоря и на этом остановился в принципе все я уже потом вам покажу отдельно если вам понравился обзор кидайте лайкосики и комменты сделаю обзор на комп там на отдельные части компа то есть что у меня стоит что использую ну в принципе вот так вот все пишите комменты подписывайтесь лайки все как обычно и ждите следующие обзоры всем пока до новых до новых Продолжение следует...